Продолжение урока. Тимофей Николаевич, мой внук, самый старший. Значит, он сейчас набирает снег. Я ему сказал, да, учёба, значит, в саду только по страшной необходимости. В страшной, видите, я протоптал. Почему? Потому что там растёт груша, с которой я резал черенки. Всё, больше снеговой покров трогать нельзя. Это должно быть святое. А эти советы, когда совет А отгрести до черноты, для чего уж, знаете, совет Б, наоборот, нагрести. В одном случае, чтобы быстрее расцвёл и под заморозки попал, в другом случае нагрести, чтобы он попозже расцвёл, но зато сгнил. Это мы всё проходили. Я выбираю вариант невмешательства. Вот. Снеговой покров – это от природы. Как она есть, так пусть она и будет. И я сказал, вот, значит, Тимофей Николаевич, к деревьям не подходить, под деревьев нас не трогать. Вот он тут набирает и вот тут высыпает в теплице. Вот, видите. Вот. Почему? Ну, снега нет, дождей нет. Полил несколько раз перед самым этим минусовой температурой. Ну, вот тут у нас минус 15. Вот здесь. Вот здесь минус 15. Вот. И потом сейчас обещали даже небольшой плюс днём. Теплица стеклянная. Если будет солнце, это всё растает. Ничего. Пригодится. Это влага нужна. А растает. Мы ещё потом посыпем. Снегу не жалко. У нас его, как в Сахаре, песку. Так. Дальше. Тимофей Николаевич в роли учителя. Значит, я его объяснил вначале. Две-три почки. Их, может быть, и пять, и восемь спящих. Это зависит от короды, от возраста, от сорта. Вот. Но мы считаем в среднем. Две-три спящих. И две-три-четыре. Они ростовые. Они для нас самые ценные. Потому что нам надо и дерево сберечь. Значит, потом я покажу обрезку на кольцов, которые я категорически не согласен. Именно вот такие вот, как их назвать, пенёчки, что ли. Вот такие огрызки. Это будущая крона. Вот это всё ценнейшая часть срезается. Так. И получается, вместо А вот этой одной ветки будет, ну, давайте, в среднем, три. Может быть, две, три, четыре. В среднем три. Вот, вы видите, годом врача. Что здесь? Это годом врача была. И тогда, на следующий год я опять получу церенки на прививку. Они будут вот это примерно полутораметровые. Но они уже будут три, где-то по метру годятся. Ещё год. Опять так же оставляют три, четыре, пять. Помните, наша тема-то с этой прививки, то есть, под заготовкой цветков? Сами напросили. Слушайте. Вот, получается, что на третий год они будут уже снова, но уже будет не из одной, три. Из трёх получится девять. Вот, видно, у меня нет девять в среднем. Вот. Ещё год будет уже двадцать семь. Но они будут поменьше, и не каждый уже будет годиться. Ну, полуметровый наберётся ещё. Вот это и есть молодое дерево, это и есть матричное дерево. Дальше, если только делается кардинальная обрезка, тогда они опять выбросят ветки. Вот. И вы ещё поймёте, насколько глубоко мы сегодня копнём эту тему. Насколько это важно. А то придумали осветлять деревья. Вот. Даже не знаю, что каждая обрезка, любая, оно... Какое осветление? Оно загущение. Любая. Миллион обрезок, миллион загущений. Ни одного осветления, ни единого. Как они этого не знают? А Тимофей знает. Вот. Смотрим, что он делает дальше. Дальше он берёт краску. Почему краска? Значит, я использую ещё лак, мастику-долнату, но она мне кончилась так. Вот. А... И причём я больше не прошу, почему. Вот именно вот эти морозы, я оставляю на морозе вот эту банку, банки масляная краска. Она становится густой-густой. И вот этой густой краской я замазываю торец. В данном случае Тимофей Николаевич. Получается довольно толстый слой. И мне это больше нравится, потому что всё-таки мороз сюда меньше пойдёт. Вот. Ну, в общем, поняли, да? Заготовку черенкова разобрались. Просили, получили. Так, следующий момент. Это было положительно, это сказать. Я никого не ругал, почти. Читаем. Как это получилось? Мне присылают ссылку. Вот смотрите, как человек работает, какой он толковый и так далее. И вот он, значит, я открываю её. Там есть текст. Я для начала текст сляпзал. Внимание. Читаем. Одни. Это важно, важно, важно. Иначе ошибок пододелан. Вы мне не обязаны верить. Поэтому читаем. Одни из самых опасных заболеваний плодовых деревьев является раковая болезнь. Ведь жутко звучит, да? Вот. А дальше то, что я не согласен, потому что дальше это сплошной, на мой взгляд, ошибка невероятная. Итак, европейский рак. Чёрный рак. Кстати, про европейский знать не знал. Ведь это надо было 74, скоро, 74 года мне надо было ещё и узнать, что ещё европейский есть рак. Мало мне чёрного. Мало мне бактериального. Ещё европейский, представляете? Повышаю квалификацию. Дальше я буду смеяться над всем этим. Итак, все эти болезни способны погубить деревья в саду. Давайте сразу разграничим. Почему я выделил бактериальный отжог от слова «бактериальный» и бактериальный рак? Да. Погубят. Причём всё, что дальше предложится и вот это. Да всё, что угодно. Есть десятки и даже сотни. Есть десятки и даже сотни разных способов. Ни один не поможет. Никогда. Это бактерии. Это бактерии. Поняли? Никогда. И вот бактерии. Никогда. С этим не справится и наука и не справилась. Итак, в нашем регионе, лучший регион России, на какой-то момент у нас на квадратный километр было деревьев яблоневых, плодоносящих. Минусинская котловина, это Абакан, Минусинск и Ангозск, вот в этой котловине было больше на квадратный метр, чем во всей России. Подчёркиваю. Относительно, на квадратный километр. Поняли? Вот. Пришла беда. Бактериальный рак и сотни тысяч деревьев были уничтожены. Дальше. Европейский рак и чёрный рак. Даже если он существует европейский, сейчас мы увидим фотографии. Я вас интригую. А это не болезни. Сейчас я буду в очередной раз доказывать. Сотни раз доказывал, и ещё буду доказывать. И вот, что я сделал? Я останавливаю фильм. Я ничего не выдумал. А это тот самый фильм. И здесь в кадр попадает вот это вот дерево, ветка. Написано «Европейский рак» на яблоне. Давайте смотреть, как её можно вылечить. Ну, стыдно смеяться над этим бедным деревом. Значит, мне же будет страшнее, как в сказке. Итак, дерево, ветка полностью уничтожена. Посмотрите на этот цвет. Цветная фотография получилась. Вот эта кора, она уничтожена. В этой ветке нету, её надо сразу отпиливать. Причём, отпиливать не потому, что она заразит, это нас пугает. Вот отрежьте сразу костёр. А костёр сожгёте в свою дачу, в соседнюю дачу. Посёлок сожгёте. Вот эта подлая вещь, ребята, а брат сказал, не маши шашкой, поэтому как её слово «подло» заменить? Это подлючая вещь. Берите, отрезайте и сжигайте. Ну, сами знаете, полыхают пожары по всей России. Так вот, значит, отрезать надо, но не потому, что она вредна, опасна и заразит других. Этот гриб, который назвали европейский рак, это гриб, вот это гриб, гриб. Вот. Он ничего не уничтожает. Просто дерево начало умирать, оно умирало, умирало и умерло. И тогда приступила к работе вот этот гриб, который назвали европейский рак. Наверное, у него есть латинское название. Но мы не будем засорять свои мозги. Внимание! Давайте ещё раз чёрным раком познакомимся. Вот это, чёрный рак на яблонете, это всё с того самого фильма, где упоминается европейский рак, чёрный рак. Вот. Смотрите. Люди принимают всё за чистую монету. Как мне быть-то? А как мне не ругаться? За каким... За каким... Второе слово подберите сами. Вот человек взял и сделал рану на концу. После этого ветка начала умирать. Сюда пошёл мороз. Она полностью перекрыла. Все сосуды замёрзли. Вот. Что теперь делать? Ну, наверное, уже пора отрезать. Как это... Почему? Вылесить невозможно. Вот. Но вам приказано будет. Кройте в раковую болезнь. Оказывается, есть обыкновенная аптечная мать. Вот и всё. Вот. Я вам официально заявляю, человек, который был в сотне садов, который видел сотни и тысячи, и ещё приходилось мне отстаивать ярусно перед не каким-то, допустим, виртуальным собеседником, оппонентом, а рядом живой. Прямо живой, пощупать можно было. Курдюмов Николай Иванович, который сказал, часть деревьев, всё равно, это самое, всё равно граны залечиваются. Потом обследование садов мы не нашли ни одного. Залечивался. Потом я это распространил на всю Сибирь, сейчас такие морозы, на всю Россию и на всю планету. И теперь моё мнение, убеждение выросло в один из посылатов железа, в один из сотен, которые давно просили самодельную книгу, но некому печатать, нет денег и так далее. Оно звучит так. Значит, ни одна искусственная рана на дереве, где бы ни была отрезана, на веточке, на скелетной ветке, никогда, никогда не зарастёт. Никогда, ни одна. Если ещё на юге можно где-то увидеть, заплыло, вроде бы, но распилить желающих не нашлось, точнее, хитроумных не нашлось, чтобы распилить поперёк. Убедиться, что часть, даже южные морозы, часть сосудов уничтожила. И дерево собрается хуже, а на нём толпы муравьёв. Вот. И так далее. И вот тогда что получается? Возвращаясь к этой вот картинке. Вот к этой вот. Итак, есть достойный выход. Не делать эту рану. Вот. Вот. Вот тут ветку отрезали, вот мы имеем мёртвую ветку. Вот слева веточка, видите? Вот она, вот она, вот эта, вот эта, стрелка вешла. Ну, почему здесь нету никакой раны? Не трогали? Вот. Фактически надо делать выводы. Ну, зачем он рекламирует? Может быть, от всей души. Но, если вот эту рану, вот эту рану. Машь, не машь, машь, не машь. Вот. По-моему, даже сомневающихся нет. Нет. Вот когда выйдет, потом брат разделит на части по теме. Вот это в тема будет, может быть, как это называется. Раковая болезнь, это не болезнь. Ну, что, как-то братом зовёт, выделит там отдельным фильмом. И там обязательно, тот, кто всю жизнь вот это рекламировал, обязательно появится. Помните, когда-то было? Бред сивой кобылой. Это я сивой кобылой. Вот сейчас вы решайте. Можно это вылечить или нет? И надо ли делать эти раны? Вот. И поможет ли это? Я это называю мёртвого припарка.